Покровитель всех воинов, христианский святой великомученик по легенде отличался мужеством, храбростью и невероятной волей к победе. Им вдохновлялись и брали пример советские солдаты, грудью защищавшие свою страну в годы Великой Отечественной войны. Божественная литургия и крестный ход в честь всех тех, кто погиб за веру и за Родину. Свершая этот подвиг, они в то же время гасили то зло, которое сходилось по всему миру. Оно проявлялось в лице тех же фашистов. Это было место, где было сосредоточие тех сатанинских сил. Оккультизм, который в них преобладал, он их довел до такой степени, что они считали себя стать самой превосходной нацией во всем мире. Престольный праздник – День святого великомученика Георгия Победоносца. В этот день почтить память святого и помолиться в храм приходит много военных. Людей, выбравших в своей профессии защиту Родины, понимающих, что на каждом шагу их может подстерегать опасность и даже смерть. Храм Георгия Победоносца мы в основном посещаем офицерами нашего подразделения, которое здесь нас окружает. 23-й бригады, 15-й, 3-й – это в Тольятти, которые прибывают. Что самое удивительное, ведь уже прошло как немало, а все-таки 2002 год уже 12 лет, теперь уже офицеры приводят своих детей, которые уже стали офицерами. Вот эта великая радость, видя, что династия наша сохраняется. Самый известный атрибут этого святого – Георгиевская лента – неотъемлемый символ празднования Дня Победы. Марьяна Мирная, Валерий Шаронин. События.